Готит. Добрый вечер всем. Я напоминаю, что мы заняты книгой Ишаягу глобально, пророка Ишаягу, и, так сказать, вынуждены были обратиться к книге Малахимбек ко второй книге Царств для того, чтобы рассмотреть центральные события в жизни Ишаягу. Может быть, можно сказать, и в жизни всего еврейского народа до сегодняшнего дня. Это падение войска Санхирива около Ирюшалаима в дни правления царя Хискиягу. Я напомню, что все свои слова, все свои уроки я посвящаю памяти и возвышению души своей жены Люба Бат-Михаэль. И в этот момент мы попробуем с вами вернуться к тексту и представить себе, о чем говорит Медраж, что можно из этого понять, что представляется на первый взгляд и что можно понять из текста. Я очень надеюсь, что мы с вами видим текст сейчас. И мы с вами остановились на таком моменте, в общем-то неожиданном, я бы сказал, это реакция Хискиягу на произошедшее чудо. И мы видим, что в Евреи Мим после рассказа о чуде, о гибели Санхирива под стенами Ирюшалаима в ночь Песоха, гибели войска Санхирива, сам Санхирив остался жив и убежал в Миндэ. Как мы помним, 180 тысяч из его войска погибло, и Ирюшалаим оказался спасен. И это происходит в ночь Песоха. Кстати, мы об этом с вами упоминаем и в пасхальной Агаде. Но когда мы упоминаем пасхальную Агаде, это проскакивает как бы мимо. А здесь мы можем представить с вами ситуацию. Город находится в осаде и, скорее всего, будет захватен штурмом. И, тем не менее, сыновья Израиля поднимаются в храм, приносят пасхальную жертву, затем расходятся по домам, едят эту жертву и возносят хвалу Всевышнему. Говорят Алель, хвалевны и димны Всевышнему. Как мы сегодня говорим, в пасхальный вечер за столом говорим Алель. И говорится, что в Алель впервые сказали Хискиягу и его мудрецы. То есть они составили этот порядок произнесений псалмов Давида. То есть понятно, что нужно воздать хвалу Всевышнему, но как именно это составили Хискиягу и его мудрецы. И вот, закончив принесением пасхальной жертвы, Хискиягу и Шаягу идут молиться в храм. И тогда, как говорится в Деврея Мим, выходит огонь между ними и поражает войско Сан-Кирива. И все замечательно и прекрасно. И чудо произвело огромное влияние на весь мир. К Хискиягу приходят послы, приносят дары, не могут не отметить то, что произошло. Мы помним о том, что Хискиягу болел за три дня до этого чуда. И Всевышний сделал, он выздоровел, Всевышний сделал знак. Солнце остановилось на десять часов или, можно сказать, вернулось на десять ступеней назад. Все это было известно во всем мире. Кажется, что наступают времена Машиаха, и что-то, как мы с вами говорили, пошло не так. Приходят к Хискиягу послы из Бабеля. Приходят к Хискиягу послы из Бабеля. Здесь есть такая картинка, иллюстрация, может, несколько примитивная, но как-то захватывает глаз. И Хискиягу показывает им все, что у него есть, включая ковчег союза, который в тот момент не стоит святая святых, он вынесен на святая святых. И еще во время правления Ахаза, он вернется на свое место в какой-то момент на короткое время. Потом будет вновь спрятан царем Хискиягу, правильным царем Хискиягу за 50 лет до разрушения храма. Но в данный момент ковчег союза не стоит в храме, и он приводит послов к месту, где хранится ковчег, и показывает им, и даже говорят, что он открывает ковчег и показывает им скрижали. В чем, что произошло? Что произошло? К нему приходили послы из разных стран. Хвалили его, и восхваляли, и приносили ему дары. Хвалили Всевышнего, которому поклоняется Хискиягу. Что здесь произошло? Что произошло неправильно? Что-то произошло неправильно, потому что мы видим с вами, читаем в тексте книги, и пришел в Ишайягу, пророк, царю Хискиягу, и сказал ему, что говорили эти люди, откуда они приходили к тебе, и сказал Хискиягу из страны далекой, приходили из Бабеля. Но очень хорошо, другие приходили. Приходили из более близких стран, какая разница, из далекой страны они пришли, из близкой страны. Видно, что Хискиягу здесь уже защищается. Вместо того, чтобы сказать, что я поступил неправильно, он начинает объяснять себя. Хотя объяснять ничего не нужно, пророк знает все и так. И его вопросы – это не для того, чтобы выяснить обстоятельства дела, а для того, чтобы пробудить Хискиягу к расхаянию. И Гевраем продолжает и как бы усугубляет ситуацию. И говорит, вот, Хискиягу был праведен, но лишь при послах Бабеля, посланных к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. То есть, речь идет о величайшем праведнике. Мы понимаем, что ситуация такая, что мир бы мог измениться принципиально. И вот мы возвращаемся к этому же вопросу, что пошло не так для того, чтобы это понять. Да, я вот думал, как это объяснить, и написал целый список вопросов для вас. Но не думаю, что я сейчас к нему прибегну. И так же в евреем им говорится. Но не в соответствии с оказанной милостью Баздалхискиягу, хвалу Богу, ибо возгордилось сердце его. Но возгордилось сердце его – это постоянная оценка. И она, на мой взгляд, ничего не дает, потому что надо понять, как оно возгордилось сердце его, в чем его была гордыня. Помогает, на мой взгляд, ключ к тому, что произошло, дает… А все, что произошло, оно произошло на психологическом уровне, на уровне восприятия чуда. Помогает Медраж. И пришел Ешаяу к Хискиягу, его сподвижникам, и сказал им – пойте песнь Богу. Они не захотели петь песни, не сказали ему – зачем? Ответил им пророк, ибо великое совершил он, Бог совершил великое. Ответили ему – знают об этом на всей земле. И тот, кто ознал, видишь, чудо, сам вернется на родину, сам придет. И сказал Хиския – Тора, которой я занимаюсь, заменяет песнь. Зачем говорить песнь? На всей земле видели, что остановилось солнце посреди небосвода, и видели все чудеса его и мощь его до самых пределов земли. Так говорит Медраж Раба в Шире-Шире. Нужно и тут же, конечно, должен возникнуть вопрос – а как это соответствует вообще всей личности Хискиягу, его подходу к делу, к жизни, мы видим, что он нигде не отказывался от действия. Напротив, он, может быть, совершал действия, за которые его пророк осуждал, то, что он не полагается на Всевышнего, он делает, как мы помним, он и построил стену в Ярушалаиме вторую, он и вел воды, которые около Ярушалаима, ввел внутрь Ярушалаима. И все это для того, чтобы противостоять Санхириму. Ишайягу ему говорил, этого не надо делать, это лично, и Хискиягу делал, потому что он считал, что невозможно положиться на чудо. Что же теперь? Почему же теперь он говорит? Ничего не нужно делать. Нет необходимости никакой, что бы либо делать. Тора, заменяя изучение Торы, заменит все. Это не его подход. Это другой человек, изменившийся, и что-то здесь произошло. Для того, чтобы понять это, нужно понять, о чем конкретно здесь идет речь. И когда мы говорим, когда Ишайягу говорит, пойте песни, прославляйте Всевышнего, то что же он имеет в виду? Народы действительно приходят к Чискиягу, без того, чтобы он обратился с ним, с каким-то рассказом о величии Всевышнего, о величии чуда, без того, чтобы он начал прославлять слово Всевышнего. Все приходят, приносят ему дары. И вот опять же непонятно, чем и послы из Вавилона отличаются. То есть мы это как бы держим в памяти, постараемся к этому вернуться. И дело в том, что Ишайягу имеет в виду 10 колен, которые, как мы знаем, к этому моменту были уже угнаны, по крайней мере, значительная часть из них. И Санхириев попытался на их место поселить другие народы, которые превратились потом в Шамраним, в Самаритян. Как бы отдельная история, о которой можно говорить. И территория 10 колен пустует Ишайя. И, скажем, такой комментарий, когда Ацфрим, он говорит, что в Ишайягу говорится, что слышали мы песню от краев земли. То есть земля как бы сама решила сказать песню, когда не захотела ее сказать Хискиягу. И Ацфрим говорит, что за песня, что за песня, в чем ее как бы сила, в чем ее смысл. Нужно было обратиться к 10 коленам, чтобы они возвращались и вновь заселили землю, с которой они были изданы. Нужно было создать единое мощное царство. И Хискиягу не захотел это делать. Он как бы сказал, хватит, я устал, я больше, я больше не могу. Пусть делает Всевышний. Есть заслуги изучения Торы, есть заслуги соблюдения заповедей, а делать пусть делает он. Почему? Почему до последнего момента он не говорил, я устал. До последнего момента он не говорил это, он пошел с Хишаягу молиться в храм. У него не опускались руки. До последнего момента он готов был что-то менять, менять в своей жизни. Он сказал Хишаягу, дай мне в жены твою дочь. Если я виноват перед Всевышним, я постараюсь это исправить. Теперь, теперь, после того, как произошло чудо, после того, как народы хлынули к нему рекой и несут подарки, его казна увеличивается, и в ней сокровища, и еда, и нету голода, как предсказал Хишаягу, страна начинает расцветать. Почему сейчас у него упускаются руки? И мы можем представить себе с вами, если мы как бы не просто пересказываем Медраж, не занимаемся надчетничеством, я прошу прощения, а пытаемся представить себе обстановку, то мы можем представить себе, что Хискиягу уже обращался к десяти коленам. Он обращался к ним дважды. Однажды, это в первый год своего правления, как вы помните, и он призвал их прийти всех и сделать праздник Песоха, и возобновить союз со Всевышним. И значительная часть из десяти колен посмеялась над ним, над его посланными, над его гонцами, просто посмеялась. Теперь он все-таки сделал, он все-таки провел еще раз Песох, но он каким образом это сделал? Он сделал это под угрозой. Он вонзил меч в стол и сказал, что тот, кто не будет учить законы ритуальной чистоты и нечистоты, будет поражен мечом, при этом имелось в виду, что тот, кто не придет на праздник Песох, он будет поражен мечом. И царь, это было на следующий год, после того, как над ним посмеялись, и царь в уши, а царь десяти колен, он палец о палец не ударил для того, чтобы привести десять колен в храм. И можно было бы сказать, что происходит такое оживление, царь пытается объединить всех, почему же сейчас, почему же Шамрон тогда пал, почему Санхирилу дано захватить Шамрон. Потому что все, что делает Хискияху, получается, что он делает это, потому что он делает это силой. и делает это силой. И нету никакого ответа, никакого движения со стороны десяти колен. И да, еще Яго сидит на престоле. Он принимает дары всех народов. Они приходят, воскваляют его, обыскваляют Богу, которому он поклоняется. Он не хочет посылать за десятью коленами. И в то же время, как мы представляем с вами, есть задача освободиться от Ашура, от власти Ашура, потому что никто не гарантировал, что Ашур не вернется. Санхирилу остался жив. Он продолжает править. Он сидит на престоле. Его империя осталась империей, со столицей в Нинве. И он представляет свой поход на Иуду как победу. Ну, это Бог с ним, как бы так можно сказать, дело его совести. Но угроза Ашура, она не ушла. Как от нее избавиться, от этой угрозы Ашура? Он, Ихискияв, увидит, будучи, как бы не оставив эту линию свою, делает реальные действия. Предпринимать реальные действия для того, чтобы построить страну, он неожиданно видит спасение в послах из Бавеля. Послы из Бавеля, они приходят по-другому. Они не приходят, как с восторгом, не приносят ему дары. Они приходят для того, чтобы заключить союз с Ихискияву, для того, чтобы сбросить с себя Ермо Ашура. И это Ихискияву принимает. И они начинают, как союзники, начинают спрашивать, а что у тебя есть, а в чем твоя сила? А какова численность твоего войска? Но Бавлин, они халдеев Бавеля, они народ особый, они как бы очень хорошо понимают духовную сторону, духовную составляющую. Можете сказать, что они колдуны, занимаются колдовцом, как бы духовной стороной этого мира. И они спрашивают Ихискияву не столько о войске, которым он располагает, не столько об укрепленных стенах, как о мистической стороне. А вот из-за чего произошло чудо? А как это получилось? При этом у них присутствует как бы задняя мысль, что естественно, что в этом союзе они хотят играть главную роль, и в конечном итоге они хотят покорить Иуду. И Ихискиягу это подозревает, и тем не менее он идет на союз с ними и показывает им ковчег союза как свое главное оружие. Вы можете сказать, что в этом есть его праведность. И правда, он видит на примере произошедшего чудо. И в результате многих лет общения с Ихисхаяху он видит основную силу в духовной составляющей, а не в оружии, не в щитах, копьях и мечах. И он показывает им ковчег союза и открывает его, и показывает скрижали, объясняет, рассказывает им о том, что скрижали были получены на горе Сина, и что на них написано рукой Всевышнего, и что ковчег союза обладает особыми свойствами, которые ярче всего проявились в тот момент, когда в эпоху судей плештин, филистимляне захватили ковчег союза и были вынуждены перевозить его из города в город, потому что в каждом городе, куда они его привозили, начинали люди погибать, начинали умирать и присылали его в другой город, пока в конце концов не вернули в Иуду, и ковчег не утратил все эти свои свойства, и он рассказывает о Всевышнем и о единстве Всевышнего, и все это они, как мы видим с вами на этой картинке, все это они внимательно слушают. И еще раз задача избавиться от власти от власти Ашура. Ишаягу сказал Хискиягу, что надо призвать десять колен, надо возродить царство, царство Давида, надо возродить единство колен. Хискиягу, мы не знаем, что он ему ответил, то есть, что он ответил, нам Медраж говорит, я, говорит, буду заниматься Торой, а то, что он подумал при этом, мы можем представить себе, сколько можно уговаривать десять колен. И вот сейчас они видели это чудо, и они же не возвращаются. Ну, вернулся кто-то, безусловно, какое-то движение есть, но так, чтобы вернуться в массе своей, поднять свои города, укрепить их, сейчас прийти к царю Хискиягу и сказать, мы готовы служить тебе, мы готовы служить тебе. Этого же не происходит. И у кого есть силы поднимать вот сейчас эти десять колен, учить их, обучать их Торе, оказывать на них влияние, они еще окажут влияние со своей стороны, и опять сейчас начнется разговор о том, что Байтель – это более важное служение, место служения Всевышнему, чем храм, и так далее, и так далее. И Хискиягу коротко говорит Иешаягу, кто хочет, пусть придет. При этом, да, при этом он принимает послов, они идут и приносят ему дары, но не о них речь. А речь о том, как выйти из-под власти Ашура, и есть два пути. Один призвать десять колен, а другой, как видит Хискиягу, это заключить союз с Бабелем. И вот этот последний путь, он, так сказать, не находит отклика у Иешаягу. И он продолжает Иешаягу и говорит, и сказал им Иешаягу, что они видели в доме твоем. И сказал им Хискиягу, все, что есть в доме моем, они видели, не было ничего из того, что я не показал им, сокровищ моих. И Митраж говорит, что он показал им все, если говорится о Ковчеге Завета. И сказал Иешаягу, слушай слово Бога. Вот наступают дни, и унесено будет все, что в доме твоем, и что собрали в сокровищницах отцы твои до этого дня в Бабель, не останется ничего, сказал Бог. То есть твоя попытка заключить союз с Бабелем, она обернется тем, что Бабель будет властвовать над тобой. В этом будет и как бы мера за меру. Ты хотел на них опереться. Вот они тебя подавнут, твоих потомков подавнут под себя и будут править в Иуде. Это как бы как мера за меру. И сыновей твоих, которые будут у тебя, которых ты породишь, они возьмут, и будут они поверенными в делах, в делах во дворце царя Бабеля. Мы можем тут же вспомнить, что Ханани, Мишаэль и Азария, которые происходят из царского рода, из рода Давида, они были слугами, важными людьми при дворе Набахудныцара. Все это как бы состоялось, то, что сказал Ишаягу. И сказал Хискияву и Шаягу. Хорошее известие в слове Бога, которое ты произнес. А реакции его тоже совершенно непонятны. Он не говорит, как царь говорит Давид Хатате, согрешил я. А он говорит ему, ну и хорошо, в мои дни будет покой. И он говорит, и еще сказал, не правда ли, только мир и истина будут во дни мои. Раньше он был готов, Хискияву был готов раскаяться. Раньше он был готов сказать, что я буду молиться, несмотря на то, что приговор вынесен. Что же здесь в этих словах? В этих словах чувствуется и усталость Хискияву, тоже как бы сколько можно. Сколько Всевышний может ставить меня перед испытаниями? Сколько раз он может быть недоволен мною? Что я еще могу сделать? Я поступаю, как праведный человек, по своему пониманию. Когда Всевышний посылает пророка, он говорит о чуде, но вот как отнестись к этому чуду, сидеть сложа руки или делать что-то, это же мое понимание, это мое право, как бы, да, лишь бы было намерение хорошее, а можно понять так и так, и как правило, не полагаются на чудо. И вот я сделал все, то, что я могу, то, что я могу, я все сделал. И теперь, как бы, я сделал, после чуда, я сделал еще одну попытку продолжить это чудо, насколько я его понимаю, заключить союз с Вавилоном, которые единственные, и всех этих народов, которые приходят и приносят подарки, они могут быть реальными союзниками, потому что и они ищут союза, все остальные, они в эйфории, они говорят, что они готовы служить, мне все равно, они же остаются под властью Ашура, а Вавилон ищет, как выйти из-под власти Ашура. Так что же я плохого сделал, если я продолжил свою линию, как я всегда это делал, поступать, исходя из реалий. Исходя из реалий, я укропил Ирушалаем, построил стену, я ввел воду в город, исходя из реалий. И кто меня может упрекнуть в этом? Каждый, кто упрекнет, ему можно сказать, не полагаются на чудо. Чудо, да. В чудо можно верить, но при этом надо сделать все, что ты можешь. То же самое и сейчас, после того, как произошло чудо. Что я должен делать? Рассчитывать на 10 колен? Где они, эти 10 колен? Где они? Почему они не пришли? Почему они не вернулись? Какую песнь я еще должен петь, прославляя Всевышнего, чтобы эти 10 колен пришли и соизволили прийти Ирушалаем в храм? Да, многие из них перешли в Иуду, остались Ирушалаеми, поселились в Ирушалаеми. Кто-то вернулся в города на территории 10 колен, а остальные? Ну что же, я сейчас буду петь песнь, опять играть им какие-то мелодии на флейте, чтобы как это, чтобы они на эту музыку пришли. И они уже сказали один раз, что они ничего не хотят, а другой раз пришли в храм только под страхом. Вот я ищу реальных союзников. И это та, скажем, та ошибка, слабость или усталость хискиягу, которая не является только его виной, исключительно его виной. Это состояние всего народа. Это состояние 10 колен, которые на протяжении более 200 лет никто не смог вернуть Ирушалаем, потому что они считали, что их культура более высокая, чем культура Иуды. Они служат Всевышнему более правильно. Бейтели являются более признанным центром служения Всевышнему, чем Ирушалаем, и так далее, и так далее. Никто не смог их вернуть. И хискиягу сделал все, что только можно, чтобы их вернуть. И первый раз они посмеялись над ними. Были люди, которые ему помогли, встали на его сторону, разрушили обелиски, которые оставались еще. Вот это поклонство разрушили жертвенники, которые были посвящены, закопали жертвенники, которые были посвящены служению Всевышнему. Ну, все это было, но глобально, как народ, непонятно, что с ними делать. Он устал. И он говорит, да, будет мир в мои дни, и хорошо. При этом, безусловно, он имеет в виду, что так же, как и когда он молился, то есть одна сторона – это усталость, другая сторона – это все-таки надежда. Потому что, вот как первый раз он сказал пророку Ишаялу, заканчивай свою молитву и выходи, Бенамоц, и он молился Всевышнему о прощении, хотя ему уже было сказано, что ты умрешь, он молился о прощении, так же и сейчас. Он говорит, вот мне дано 15 лет, очень хорошо, за эти 15 лет я постараюсь все возможное сделать, для того, чтобы отменить постановление небес. Что получится, то получится. Вот мне даются мир и покой, мир и истина, потому что я смогу распространять истину среди сыновей Израиля, в основном среди сыновей Иуды, я постараюсь сделать, чтобы постановление Всевышнего отменилось. И это как бы, да, это то, что мы можем представить себе о Хискияву, так сказать, анализ его характера, личности, его психологии и восприятия мира. И без этого анализа, без учета всего, что произошло и всей обстановки, совершенно непонятный Медрашин. Какая песнь, кому песнь, кто хочет, тот придет. Они, конечно, приходят, все народы приходят. И помогают комментаторы. Мне вот помогут Ацуфрим, очень интересный комментарий, который сказал, что песнь – это необходимость пригласить обратиться к десяти коленам, чтобы их вернуть. В последствии, по прошествии многих лет, на престол Иуды поднимается царь Йошиягу. Праведный царь в его время пророчествует пророк Йоремиягу. И Йошиягу отправляет Йоремиягу к десяти коленам для того, чтобы призвать их вернуться и заселить территорию, которая как бы осталась бесхозной. Йошиягу это делает. А Хискиягу нет. Он не просит Йошиягу или кого-то из пророков, которые жили в его время. Есть другие пророки, чтобы они отправились к десяти коленам и призвали их вернуться для того, чтобы восстановить царство. И я напоминаю, что в девятой главе Йошиягу говорится так, в пятом стихе говорится, «Ибо ребенок родился у нас и дана ему власть, возложена на плечи его, и будет названо его имя Пелиюэц, чудесный советник, Эльгебор, его имя будет Эльгебор, бог силы, авиант, сар шалом, все это его имена». И дальше в шестом предложении говорится, «Ле марбе, ле мисра, ле марбе, а мисра, ле шалом эйн кец». И умножению власти, и миру нету конца. И мы говорили с вами о том, что вот если мы обратим внимание, слово «Ле марбе», оно записано так, что мем «софит» стоит в начале слова. Мем «софит» отличается от обычного мем тем, что оно замкнуто. И Медраж говорит о том, что поскольку не получилось, не удалось начать новый период истории через Хискиягу, то мем взяло и замкнулось. То есть мем, которое стоит в слове «Ле марбе, а мисра, умножению власти и миру нет конца», это мем намекает на то, что была упущена возможность и была упущена возможность, и вот как бы история не вышла на принципиально новый виток. Теперь как понять это предложение «Самуэль и марбе, мисра, улэ, шалун» о умножении у власти и миру нет конца. Власть, как мы представляем, она в общем-то в некоторой степени противоречит понятию мира. Власть, как мы всегда понимаем, она предполагает насилие, подавление, а мир – это такое дело великое, как бы, да, если говорить о глобальном мире и мире в душе, то тут с властью это плохо сочетается. И тем не менее, тут для того, чтобы понять, о какой власти идет речь, я напомню, может быть, мы с вами говорили, есть хасидский рассказ о рэбе Искотска, которого один граф польский, граф, я не знаю, правильно я сейчас говорил, париться на иврите, ну, допустим, граф польский, вельможа польский спросил, а вот что это вы все время говорите про Машиаха, что это за такое у вас Машиаха? И Котский рэбе ему ответил, что Машиах – это царь. Тогда польский граф, скажем, он возмутился и сказал, как это царь, а если я ему не захочу подчиняться? На что Котский рэбе сказал, что если вы не захотите ему подчиняться, то это тогда не Машиах. И, на мой взгляд, это очень такая яркая, глубокая агода, в отличие от многих других хасидских рассказов, которая говорит о том, что когда мы говорим о Машиахе, о власти Машиаха, мы говорим о каком-то духовном пласте, не о подавлении человека, а действительно о создании гармонии в мире, которой стремится каждый человек. И поэтому эту власть Машиаха, которая, собственно, и не является властью, каждый человек принимает с радостью, потому что она ему, самому, этому человеку дает гармонию. Она приносит эту власть, приносит гармонию в мир и дает каждому человеку гармонию. И, скажем, этим объясняется непонимание еврейского народа на протяжении многих веков, то есть о каком Машиахе, о каком царе мы говорим, что мы, вот отсюда возникает идея, что евреи хотят захватить весь мир, и возникает протокол исекосионских мудрецов, где якобы, скажем, еврейский заговор, чтобы захватить весь мир, это все извращение и непонимание идеи Торы. Власть, о которой идет речь, о которой говорит Ишаягу, это не власть мечей и копий, а это власть, которая определена еще перед дарованием Торы, когда сказано «Будьте мне царством священников и народом святым». Что значит царство священников? Священники не правят мечами и копьями, они правят идеей, то есть они дают людям ту идею, которой они могут жить, которая важна для них как воздух, от которой они не отойдут. Об этом идет речь. И Машиах, он правит идеей, духом, а не копьями. Он правит так, что все с радостью принимают эту власть, если так можно сказать, если вообще власть духовная. И поэтому здесь в Ишаягу вот так говорится, и увеличению власти и мира нету конца. Само по себе понятие для нас очень важное, и предложение важное, и стих важный. Но кроме того, мы с вами посмотрели, что в этом стихе намек на то, что была упущена колоссальная историческая возможность в период Хискияву. И опять же, я не склонен обвинять одного человека ни в коем случае, а скорее смотреть на тот уровень, на то духовное состояние, которое было у всего народа. Если у народа нету понимания, что такое храм, если у народа нету понимания, что такое благословение, которое исходит из храма, что такое защита, которую дает ковчег Союза, когда он стоит на своем месте в храме, если нету этого понимания, то это очень трудно объяснить. И так бы я как бы характеризовал реакцию, последние реакции, последние реакции Хискияву, Хискияву, я бы характеризовал как некоторая усталость. Нежелание входить в ту же самую реку еще раз. Это как бы в одном-двух словах. И я надеюсь, что это не перечеркивает все, что мы с вами разобрали. И мы можем представить себе этот образ человека, его проблемы, его величие и его неудачи. Я не знаю, может быть, нам здесь остановиться и все-таки обсудить с вами. Я приготовил с вами 60-ю главу из Ишаягу, как продолжение нашего изучения пророка Ишаягу. Вот его видение будущего, скажем, которое отчасти является реакцией на то, что произошло. Отчасти не удалось достичь этого великого света Всевышнего, который исходит из храма. А вот как это будет в дальнейшем, это как бы продолжение разговора. Но давайте мы сначала попробуем ясно влюшер, если у кого-то есть какие-то вопросы, дополнения, то мы постараемся обсудить. В прошлый раз у нас был Эмиль, я, к сожалению, не помню его фамилию, он очень удачно сказал, что есть психология человека, когда вот тот человек стоит перед Всевышним, он в какой-то степени завидует Всевышнему. Это все правильно. Но это слова общие. Мы с вами попытались посмотреть конкретную личность. на конкретную личность. И я бы хотел, чтобы вот это как-то отложилось, не забывалось и развивалось дальше, чтобы вы развивали дальше как бы это понятие. Вот я останавливаю Шер. Если кто-то хочет что-то спросить, давайте, пожалуйста, мы с вами обсудим. Пожалуйста, любые возражения принимаются тоже. Мое мнение, конечно, правильное, но возражения принимаются. Ни в коем случае не как возражения, а скорее действительно очень много вы затронули пластов в понимании состояния самого праведника, да, царя Хистияву. И вот как вы думаете, возможно, то, что он так погрузился в эти дела государства, да, связанные с приемом международных делегаций, что часть духовная его, она, получается, не получала нужного питания, да, связь со Всевышним, она была не такая близкая. Поэтому отсюда и усталость, то есть немножко потеря фокуса на цели. Для чего все это происходит? Ну да, это, безусловно, правильно, но этого не должно быть, понимаете. Человек должен стоять ногами на земле, а голова его должна быть соприкасаться с небом, ну, допустим, как бы образно говоря, да, вот. И то, что вы говорите, это совершенно правильно, но на это есть причина, да, вот, как мы с вами говорили, да, что есть один путь, это призвать десять колен, и по нему надо было бы идти, и тогда бы и политическая линия, она бы тоже выстроилась, да, то есть нашли бы место себе эти делегации, и не было бы необходимости в приеме, вот в таком приеме делегации из Бавеля, да, то есть все бы как бы нашло свое место и пропорции. Причина в том, что, значит, это неверие в десять колен, это устало и заниматься ими, это нежелание видеть себя царем всего Израиля, да, а вот желание, желание погрузиться в изучение, изучение Торы и сказать, что все вопросы решатся сами собой, да, вот я думаю, что это вообще для нас как бы великий урок, да, тут можно вспомнить из выражения из Перкеа Вод, в котором говорится, что если нет муки, нету Торы, да, вот, и, или тот, кто говорит, что у него только Тора, даже Торы у него, даже Торы у него нету, то есть никогда ни в какой ситуации ты не можешь сказать, что меня не волнуют общественные дела, тем более, когда у тебя в руках столько власти и столько ключей для решения проблем, сказать, что я буду заниматься Торой, и все, да, вот, это не, как бы, не проходит, да, для, особенно для такого человека, как Искиягу, это не проходит, да, и об этом пророк ему, пророк ему говорит, да, вот, и мы видим, что, скажем, с десятью коленами он сказал, что он будет заниматься Торой, а когда пришли из Бавеля, так он увидел в этом реальные какие-то ходы, реальное какое-то исправление ситуации, он стал заниматься ими с этим, с послами, пришедшими из Бавеля, да, вот, и мне вот представляется, что вот это таким образом, да, вот. Урок колоссальный для нас, действительно, урок колоссальный для всех нас. Большое спасибо, Рав, за ответ. Ценок, да. Да, да, то есть в жизни получается несколько все сложнее, да, и можно это было бы приористрировать на примере недельной главы нашей, но я думаю, что я это попытаюсь сделать в следующий раз как-то еще, вот еще одну сторону произошедшего, показать недельную главу. То есть действительно все повторяется, и ошибки, в принципе, они те же самые. Ну, да, это как бы не случайно, не случайно мы изначально взяли как бы как историческую параллель эту шестидневную войну, да, и нашу неспособность как народа понять, что произошло, да, что произошло, понять, что нам, да, то есть параллель здесь прямо как бы, ну, почти симметричный случай, да, вот у тебя есть земля, заселяй ее, заселяй срочно, да, нет, много проблем, трудно, да, мы вернемся к изучению Торы и будем ждать следующего чуда, когда нам еще раз поднесут все на блюдеческой с голубой каемочкой. Почти, почти такая полная параллель, да, вот с шестидневной войной. Хорошо, ладно. Что-то еще хочется спросить, обсудить, возразить, да, ну, хорошо, ладно, тогда мы закроем наш форум, я буду уже готовиться к следующему занятию, с нетерпением всегда жду встречи с вами, к сожалению, сегодня получился такой небольшой, небольшой срыв, да, надо сказать, Натану, чтобы он больше не ездил в Тбилиси, а оставался в Эрис-Исраэль, в Малый Адумим, я думаю, что это гораздо лучше, вот, хорошо. Большое спасибо за урок, и что все-таки он состоялся, большое спасибо. И Натану тоже. Да, нет проблем. Хорошо, спасибо большое-большое, жду следующей встречи, вот, надеюсь, что Натан уже будет балыц. Да, мы с Божьей помощью завтра возвращаемся ночью. Ну, давайте, хорошо. Доброй дороги. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо, пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok